Моральное банкротство Конгресса и Сената Соединенных Штатов, где конгрессмены и сенаторы просто прямым текстом признались, что они не читают документы, которые... Моральное банкротство и опирт. Ну, вообще, я немного не понимаю, почему Света все это так формулируют, потому что, ну, я не знаю, видели ли вы крайнее появление Светова на Радио Вере, но там произошла стычка между Световым и Дмитрием Щегликом, который Щеглик-старший, который совладелец радио. И, ну, у Дмитрия Щеглика позиция именно в том, что в США свободы слова давно нет, потому что тут победили большевики и местами в свободу слова больше, чем в США. Ну, то есть, ну, не имеет ничего общего с реальностью. И, казалось бы, ну, вот перед Световым предстала эта точка зрения и, ну, имеет смысл как-то самого себя от нее отделять, да, потому что вот эта точка зрения, она существует, существует как бы среди людей, которые вполне себе живут в США, да, на постоянке, по сути дела, да. А надо как-то себя от нее отделить, но нет. То есть, почему Светов каждый раз, когда говорит про, там, ноутбук охотника Байдена, да, почему нету вот этого, почему он не начинает с того, что США рискуют стать путинской Россией, США рискуют стать Китаем, да, то есть, вот у нас есть пример того, как не надо делать путинская Россия, и давайте мы сделаем так, чтобы США было как можно менее на нее похоже. Это же реально надо буквально каждый раз говорить в самом начале, иначе тебя будут путать вот с людьми, которые рассказывают, что нет, в США нет свободы, слом, потому что тебя уволить могут с работы в Apple или там на YouTube забанить. Да, в РФ тебя посадят на 20 лет, как бы, ну, это... Вот моя любимая цитата Бена Шапира, «Если ваш твит неотличим от твита Дэвида Дюка, то эта проблема не моя, а ваша». Вот, собственно, и все. Разграничайте, пожалуйста, чтобы, вот, буквально совет, который перед этим я, пусть заочно, дал светову, что есть, ну, он же не хочет, чтобы тебя путали с людьми, которые буквально говорят, что в РФ больше свобода слова, чем в США, правильно? Начинай каждый раз, вот все тейки про ноутбук охотника, да, начинай с тезиса о том, что вот в РФ все... И мы боимся, что США в перспективе может стать, как РФ. И поэтому мы освещаем вот эту вот... Про ноутбук, про... Про 6 января, иначе тебя будут не путать. И это твоя ответственность, не наша. Не наша, чтобы тебя не путали. Это не ответственность украинцев, которые там бомбят, которые без электричества сидят, значит, со свечами, типа, руки греют, и свет получают от газовой плиты только, и все. Ну, их... Это не их обязанность вот разграничивать, пытаться отличить. Вот где путинская пропаганда говорит про ноутбук охотника, и где Светов говорит про ноутбук охотника, что у них мотивация отличается. Это непонятно. Это мне понятно. Им это, может быть, непонятно. И это, опять-таки, обязанность самого себя отличить от говна на тебе, а не на людях, которые тебя наблюдают. Ты пойми. Спасибо. Спасибо.